Великий праздник христианского мира Эти детские счастливые голоса перекликаются с пророческими словами евангельских событий. Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу. Только веря с чистым сердцем в истинность неохваченных человеческим разумением великих событий этих дней, можно держать весенние пушистые прутики вместо пальмовых ветвей и участвовать в прославлении того, кто так скромно, сидя на ослике, вошел в великий город, плача о его неверии. О, если бы ты хотя бы все день узнал, что служит к миру твоему! Никогда еще Спаситель не входил в Иерусалим с такой славой. Наслышанные о воскрешенном им Лазаре накануне, люди встречали его, как обетованного сына Давида, царя и мессию. Святые отцы церкви объясняют то, что Христос принимал восторженность его встречи в богоизбранном городе. Означает, что пришло время открыто и всенародно показать, что он есть тот, о ком говорили пророки, что это он предназначен для миссии спасения, о чем часто спрашивали его иудеи. Долго ли держать тебе нас в недоумении? Если ты Христос, то скажи прямо. Но величие миссии Христос скрывал за глубочайшим смирением и кротостью. Святейший Патриарх Кирилл в своей праздничной проповеди в Храме Христа Спасителя в этот день уделил внимание читаемому на литургии посланию апостола Павла к филиппийцам. «Кротость ваша да будет известна всем человекам, Господь близко. Да поможет нам образ кроткого Спасителя, входящего в Иерусалим, говорит Святейший Патриарх, осознать всю красоту этого особого состояния души, которая приумножает человеческие силы силой Божией и дает возможность достигать великих результатов смирением». Праздник, который нас собрал, именуется входом Господним в Иерусалим. И этот вход произошел накануне страданий Христа. Со славой он уходит в Иерусалим, потому что весь Иерусалим, как говорит Священное Писание, был в движениях, в мыслях, в разговорах, в спорах о том, что было воскрешение Лазаря, а его хранило, наверное, полгорода. И Лазаря видели очень многие. Кто этот человек, кто этот пророк, кто этот мощный, сильный учитель, который сделал так, что он опять стал живым. И, конечно же, массы народа были привлечены только одним вопытством, желанием посмотреть, потрогнуться. И с удивлением все слышали потрясающие слова. Христос предал смысл жизни человека, дал ему выход из душного и мрачного состояния обреченности на истребление после кратковременного существования на земле горькой ее доли скорби. И в церкви своей заповедал нести эту правду в сердца, пробуждая их от сна неверия. Только в церкви звучит голос правды, голос истины, голос веры, голос надежды для всякого. Потому что в церкви неповрежденно сохраняется Слово Божие, то священное писание, которым сегодня пользуются очень многие, и не задумываются о том, что это и есть величайшее достояние исторической, евангельской, апостольской церкви, чадами которой мы являемся, держа в руках живую, весельную ветру, свидетельствовать, особенно окружающим, о том, что мы имеем счастье быть причастниками той веры, того исповедания, которое дает нам радость, убеждение, что мы на правильном пути, что мы обладаем богатством, которое у нас никто никогда не украдет. Мы сегодня радуемся, несмотря на праздник, который одновременно и радостный, и грустный. Радуемся, потому что обладаем возможностью веры, прощения, Божественного милосердия и любви. И дай Бог, что в эти удивительные праздничные события, которые отличаются и празднуются нашей Христовой Церковью, задевали мы сердца людей, меняли людей к лучшему. Открыв своим кротким служением нам очи духовные на истинность вечной жизни, которая принимает нас просветленными и очищенными бескорыстной верой в Сына Человеческого, творящими добрые, богоугодные дела на земле, Спаситель уверяет нас, что верующие в Него не постыдятся. И доверяя этим словам, ликует каждое сердце, знающее цену страданий Христа, даровавшего радость вечного спасения, которую никто, по Его же обетованию, не отнимет от нас. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 В эти печальные дни в нашем Отечестве завлуженном. Все люди доброй горе, все те, кто умеет сопереживать, у кого есть сердце, кто умеет любить и сострадать, переживают страшную трагедию, которая произошла в Горде Кимово. В эти дни каждый, кто как может, поминает добрым словом молитвы погибших, разделяет сколь, сопереживая родным и близким погибшим. И вот сегодня мы по обычаю Русской Православной Церкви в нашем кафедральном соборе поменем тех, кто трагически погиб, и помолимся за тех, кто сегодня переживает ужаснейшее время этой трагедии, кто нуждается в утешении, в мужестве, терпении, чтобы Господь укрепил их. И, конечно же, чтобы такое страшное зло, как катастрофа, бедствие, зачастую, которое бывает в нашей жизни по халатности, безответственности, чиновников, руководителей, тех, на кого лежит эта ответственность, уходила из нашей жизни. 2 апреля, на 9-й день гибели жертв человеческой безответственности, Святейший Патриарх служил панихиду в малом храме Донского монастыря. В своей проповеди он сказал о том, что Господь – присутствие любви в нашей жизни, и что современному человеку трудно провести параллель с Евангелием, потому что понятие любви в мире извращено массовой культурой. Еще Святейший Патриарх сказал, что эти трагические события можно назвать горем людей, но никак не слабостью божественных слов. Вечная память усопшим.